Во время прогулки по Ялте решил посетить армянскую церковь Святой Репсиме. Этот храм был построен сто лет назад местной армянской общиной. По-моему, даже по проекту все того же архитектора Краснова, памятник которому здесь даже был создан на набережной. И чем интересна эта церковь, она была создана по образцу знаменитой армянской святыни, храма Святой Репсиме в Святом Эчмядзине в Армении. Но если храм Репсиме достаточно монументальный, несколько даже в общем-то по-армянски приземистый, то этот храм вознесен как бы вверх. И, конечно, что придает ему совершенно неповторимый облик, это его местоположение на холме. Я тогда еще очень давно, когда впервые посетил этот храм, а было это 30 лет тому назад, я случайно этот храм увидел из Нижней Ялты, с набережной. Нашел сюда дорогу, а пройти сюда не так-то просто. Он находится на узкой маленькой улочке, совсем безлюдной. Надо пройти через такие ворота. И когда я увидел этот храм, а впервые я его здесь увидел вечером, он меня совершенно поразил. И поразила вот эта вот огромная многомаршевая лестница. Трудно такую, наверное, где-то еще найти. Ну, разве что только каскадную лестницу в самом Ереване, уже созданную в советскую эпоху. Это было вечером. И храм подсвечивался. И вот это вот сочетание темного южного неба, темных кипарисов, расположенных здесь, вот такой вертикальной стеной, тоже, наверное, вряд ли даже такую вот увидишь аллею с кипарисов, и подсветка этого храма с этой лестницей, меня это настолько удивило, просто поразило. Кругом, помню, была тишина народа никого, какое-то такое действительно буквально волшебное некое зрелище. А потом уже в 90-е годы храм открыли. Здесь был музей, выставочный зал. Реставрацию не требовал, поскольку, к счастью, поскольку музейное руководство все-таки поддерживало облик и состояние этого храма. И вот подсветку отключили. И вот только сегодня мне сказали, через очень много лет, что собираются ее снова включить. И храм действительно ночью будет преображаться, вот такой, получит практически такой сказочный облик. Вспоминаю, все мне это осталось на старых-престарых слайдах. Никогда не думал, сколько я сюда приезжал. Я эту церковь посетил первый раз впервые внутри. Как-то она всегда была закрыта. И когда был выставочный зал, и когда храм стал действующий. Понятно, что армянские службы совершаются достаточно редко, как правило, раз в неделю по воскресеньям. И вот я зашел, оказывается, внутри там очень интересное убранство. Такая утонченная жиепись, даже чем-то напоминающая восточную жиепись, в сочетании с изображениями Иисуса Христа, Божией Матери. И святое Репсеме, очень интересное изображение над входом с крестом. Это одна из первых христианских мучениц. Вот через святых мучениц Репсеме и Гейне были посвящены древнейшие армянские храмы в святом Ичмиадзине. У подножия этого храма могила художника-суранянца, который и выполнил эту очень оригинальную роспись. Но это, в общем-то, трактовка характерного для того времени стиля модерн. Ведь модерн имел очень разные интерпретации. Вот такая вот несколько, так можно сказать, модернная роспись, но которая придает этому монументальному снаружи храму необыкновенную легкость. Такие бело-голубые тона с позолотой. И вот меня это, я совершенно не знал, как этот храм выглядит, я думал, что вообще ничего нет. Вот меня совершенно тоже поразило, вот как он меня снаружи поразил много лет назад, так вот поразил своим внутренним убранством. Как всегда будем надеяться, что все-таки здесь будет включена подсветка, храм будет вечером преображаться, и доведется приехать еще в мою любимую, дорогую Ялту. Продолжение следует...